так ассаламу алейкум ассаламу алейкум все мои подписчики кто смотрит мой канал с вами ергали сегодня великий день сегодня день великой победы я вот стою сейчас перед парком победы и хочу для вас снять значит отдельное видео также интервью то есть поехали заходим в парк но смотрю народу здесь много то есть прекрасно я считаю что наша власть построила здесь парк победы прям назвали название прекрасная парк победы и и здесь от написанном вам всем кто вынес ту войну в тылу или на полях сражений принес победную весну поклон и память поколений вот такие красивые стихи написаны здесь на баннере не вот смотрите какой парк прекрасный видите трава зеленая и народу вот народу вот сейчас вот идем значит центр парка ну и зададим несколько вопросов извините можете пару слов сказать что сегодня за день вы знаете день победы да серьезно что вы можете сказать ваши деды и воевали до воевал то прадед мой воевал где он воевал штрафном батальоне в штрафбате дошел до берлина герой у него за орденов знамен нет ничего от штрафбаты да да даже ничего тогда не давали так воевал а вы что скажете ваши родственники воевали нет хорошо с праздником вас праздника здравствуйте с праздником вас всех что можете сказать воевали ваши родственники воевали конечно деды воевали то есть помните ну мы это не помним но рассказы то помним конечно и где они интересно воевали они в белоруссии воевали ну естественно это польша нас рядом без брестской области там мои родственники все поевали а вот хотят сказать добрый день с праздником добрый день мы хотим сказать что у нас кастан всегда будет вместе с россией всегда будет как вам объяснить дружба народа дружба народа да и будет война была для нас у нас все деды воевали ваш частности он да ваш дед дед конечно у меня дед умер в этом на прибалтике то есть герой да 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 три партики он умер и я всегда буду за то что мы все будем мир мир за мир на амин давайте раз спасибо с праздником вас извините вот вы носите ленточки вас кто-то воевал значит да конечно бабушка дедушка вы их помните хорошо но не не забывать не собираетесь нет конечно спасибо с праздником вас ваши воевали у меня дед трижды герой ой полно одиночить ордена со славой это поражение герой советского союза на как не помнить а вы извините кто по нации татарин а если вот это вот забудем а зачем тогда живем правильно я с вами абсолютно вот под этим флагом завоевывали победу они под какими-то другими но наше время видите сейчас вот появилось очень много националистов коричневая чума не дремлет снова это болото гнилое корич зашевелилась это не понимаете и пока и они хотят вот вот этот вот ленточку да вот это есть гвардейская лента черная и оранжевая гвардейская лента они ее путаются георгийская лент совершенную катка выдумала но георгийская лента там черная и ярко-желтая ярко-желтая совершенно с вами согласен это все националисты проснулись вот я из-за того что не из-за того что их весна пришла из-за того что америка их выращивает понимаете вот пока америку не пускали в казахстан и во все другие республики на это америка уже всем мы все жили при этом мусульмане я знаю он разбомбил весь исламский мир и ему никто слова не сказал я согласен молчал я согласен да а сегодня видите все кричат получается самое не знаю что что отменяют то отменяют то вопрос один к тем кто отменяет а своим дедом они в глаза как смотрят но мы же все прекрасно знаем в америке какие есть африканские гетто где черные живут отдельно я вам скажу такую вещь вот сегодня несколько дней назад я разговаривал с товарищем он живет в америке в сент-луисе начали разговаривать с ним он вот начал ходить россию на то что она проводит вот эту спецоперацию а сегодня у меня поздравляю с ним победы я ему отвечаю а где получается опять твои двойные стандарты там воюют за то чтобы не вернул что чем ты меня поздравляешь да да там именно с этим и воюют но уже сейчас там отпустить мы опять вернемся войны стандарты до спасибо хорошие ну ответе понимает понимает а я вам еще расскажу да что не зря мусульмане называют америка большая сатана я с ними абсолют согласен но не будем о политике не будем о политике сегодня великая победа день великая победа я считаю мой дед у меня три деда воевали в этой войне два деда остались на фронтах этой войны дед значит мой отец моего отца вернулся весь издарявлен и я помню у него было здесь вот на шее вот такая кнопочку кнопочку нажимал и разговаривал то есть и поэтому и поэтому я считаю что это день который сплачивает все национальности я бы хотел бы чтобы казахстане этот день победа остался на века века и века и тысячелетия потому что это боролись не просто с каким-то там где-то что-то понимаете с какой-то страной лизе боролись весь мир сплотился в борьбе с коричневой чумой то есть это была борьба с мировым злом понимать вот что было то есть вот смотрите друзья мы этого здесь вот значит памятник здесь такой установлен в петропавловске увидите наверху его здесь вот значит написано 1941 1945 и венки видите венки от союза ветеранов афганского так афганских написано но афганцев видать вечная память тоже солнце 100 казахстан областок то есть видать а таким области венки ну и здесь дальше еще венки здесь все фотографируется смотрите сколько цветов возложено то есть праздничное такое настроение у всех его смотрите ту сторону вот сколько народ давайте туда пройдем то есть народ весь высыпал на улицу и это обратно же я повторяюсь я нахожусь всего лишь в парке победы города петропавловска у нас еще помимо этого в городе есть еще центр города там есть у нас вечный огонь который горит я вам скажу уже давным давно и зимой я помню я проезжал зимой тоже горела и весной я туда ходил тоже горела значит вот я вам показываю то есть я говорю про вечный огонь то есть власти не отключали петропавловский вечный огонь и это радует понимать это радует вот здесь узнаешь видите дети дети он бегает ведь вот он машина времен великой отечественной войны здесь вот пушка вот такая вот значит стоит скорее наверное сорок пятка это если я не ошибаюсь вот здесь узнаете он детям радость ветер крутят баранку оккупировали эту машину они материться вы чё там материтесь кто там самый такой матершин который за рулем ох он блин какой сегодня день знаете вы что за день победы над кем над чем о молодцы о видите над фашистами горят правильно правильно сейчас давайте пройдем по парку в ту сторону вот где он показывал много народа вот сейчас я вот так покажу вам смотрите парк победы видите сколько народу идет и в ту сторону и в эту сторону все идут отдать дань памяти нашим дедам которые воевали с фашизмом с этим коричневой чумой как ее называют то есть все хотят мира в общем все хотят мир все хотят мир во всем мире эти машут флагами нам вот его машут пару слов скажите что сегодня за день кто у вас воевал мой дед воевал всех с праздником счастья здоровья всем светлого неба над горовой то есть мы за мир за мир мир во всем мире так точно спасибо 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 вот девушки видите вот идут в пилот очках пилот очках но я сегодня был в обед значит делал прямой эфир с вечного огня и и потом прошел пешком по нашему арбату как мы ее называем то есть улица где только для пешеходов и я видел в палатках продают вот такие красные флаги продают вот такие пилотки и это вот а то я все гадал думал где они эти пол пилотки набрали акации их просто продает вот народ идет идет вот видите женщины с флагами и с гвардейскими лентами давайте пару слов у них спросим добрый день с праздником вас праздником спасибо скажите пожалуйста кто вас воевал и отец свекор дошли до берлина дошли до берлина встретил отец встретил своего брата там и они вернулись домой берлине встретил своего брата ничего себе но они воевали на разных фронтах а там встретились вот наверное радость то было конечно радость была родные два брата родные два брата да да прекрасно прекрасно но не хотим больше этого да что вы да что вы мы за мир люди мы переживаем и плачем до давление поднимается что везде творится вот это все вот за поэтому нам не надо спать надо показывать свое как сказать что мы за мир не только что хотим как и как всегда спокойно же у нас дети внуки мы хотим растить их и дружба народ и дружба до дожили добра внуков никто никого не разделял один кусок ели а сейчас в чем дело почему я думаю наверное благодаря вот дружбе народов мы победили все вместе всегда должна быть победа за нами конечно бывает но души наши переживают вот за это люди гибнут за что за что спасибо с праздником с праздником да вот такое значит петропавловцы свете все за мир петропавловцы за мир хороший у нас петропавловский город хороший у нас народ дружелюбный у нас здесь дружба народов если где-то и искать каких-то городах я думаю это надо в петропавловске петропавловске самый такой как сейчас модно говорят же толерантный народ толерант то здесь я вот это четко наблюдая народ идет народ идет идет я сегодня также наблюдал но всего лишь видел как про пролетела возле меня не успел на видео снять в общем целая авто пробег как они назвали авто пробег в общем с флагами с красными флагами я вот здесь вот смотрю тоже может быть думаю здесь их найду но пока я здесь не вижу хотел тоже взять у них пару слов поговорить так вот здесь вот 1941 1945 значит и памятник вот давайте подойдем к этому памятнику 77 лет сегодня сегодня такая классная дата я знаю что автолюбители любят эту цифру 77 прям готовы даже то есть сегодня 77 лет великому празднику великий день победы это памятник советскому солдату который спас немецкую девочку я вот читал об этом что это было памятник который именно посвящен вот советскому солдату который спас бить и народ фотографируется вот здесь вот значит также есть аллея славы заложено в год 70 лет эти победы великой отечественной войне то есть этому парку получается 7 лет как ее воздвигли его здесь а значит фамилии никто не забыт ничто не забыто значит и также я знаю вот сейчас вот друзья вам хочу показать есть также еще как же она называется до доска тоже героем посвященным в общем там фотографии североказахстанцев которые принимали участие в борьбе с этим злом с фашизмом с нацизмом не давайте вот туда дойду я вам покажу тоже маши флажком маши тоже а я тебе показать лишь на видео пишите друзья мои в комментариях где и когда воевали ваши деды и на каких фронтах что вы знаете о своих дедах которые принимали участие в борьбе с нацизмом с фашизмом великой отечественной войне сегодня я снимаю видео в парке победы город петропавлов северной казахстанского область то есть видите народ 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 значит идет у многих я вижу гвардейские ленты на груди многих руках красные флажки где на красных флажках написано день победы день победы вон она то стена которая вам говорил про фотографии находится он в там далеке в центре значит парк вот стоит вот такой знаете стояла видите какая высокая стала где наверху орден насколько я знаю это орден победы но кто значит точно знает что это за орден можете меня поправить в комментарии написать сейчас я вам его покажу что за орден он ведь и на самом верху орден так ребята вы в курсе что за орден вот на самом верху орден победы вроде да но какой-то степени скорее всего я тоже так думаю что это орден победы и он делится на сколько-то степеней вот прямо видите прямо по курсу там написано солдаты победы то есть вот там он как раз фотографии североказахстанских воинов которые принимали участие в борьбе с фашизмом и с нацизмом а вот там вы видите да вот там видите то есть футбольная площадка такая волейбольная там турники для молодежи сделаны тоже эти ребята качается играет футбол бегают в наше время я помню в юности не было таких для нас условий мы вот как только вот появлялась атака зеленая травушка мы сами организовывали сами ставили ворота сами значит я помню мы играли игры такие как чижик городки там еще какие-то знаете а сегодня для для детей все это делают знаете даже искусственные покрытия чтобы им хорошо игралось но к сожалению дети все сидят в интернете в основном вот она вот она наверху видите орден отечественной войны и вот здесь вот значит солдаты победы и вот здесь вот фотографии вот обратите внимание целая вот стена где вот все вот эти вот герои 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 все которые принимали участие это вот только североказахстанская область обратите внимание за эти вы ищете своих я бы тоже бы поискал бы своих ног я тоже с россии я родился в омске мой дед призывался с омской и поэтому его фотографии конечно здесь нет но те которые местные те конечно могут здесь среди фотографий найти своих близких родственников вот друзья мои вот такой знаешь у меня получилось видео еще раз всех поздравляю с этим великим днем победы победы над коричневой чумой над этим нацизмом фашизмом и сегодня мы не должны этого забывать мы не должны этого забывать я так считаю и с вами был яргали пишите комментарии ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал подписывайтесь друзья мои а я на этом прервусь наверное у меня тут батарея просто садится ассалам алейкум ассалам алейкум арахматуллахи ва баракатуха с вами был яргали спасибо